Здравствуйте, уважаемые зрители! Приглашаем вас на обзор очередного лунного календаря. В начале месяца Луна будет убывать с 1 по 9 июля. 10 июля встречаем Новолуние. С 11 по 23 июля Луна будет расти. Полнолуние произойдет 24 июля. Затем Луна будет убывать. В июле месяце Луна будет находиться в следующих знаках зодиака. 1 июля 2021 года, 21-й лунный день, убывающая Луна. Это период упадка энергии и жизненных сил. Хорошее время для подведения итогов в проделанной работе. Хорошо провести это время в семейном кругу, с родными и близкими. Со 2 по 9 июля Луна продолжит убывать. Это лунные дни с 22 по 29. Время подведения итогов в проделанной работе. Оглянитесь назад, оцените сделанные вами дела. 10 июля Новолуние. Первый лунный день. Луна в знаке Рака. Неблагоприятное время с 16.10 GMT до конца дня. Новолуние. Время начать новую жизнь. Отказаться от вредных привычек, всего ненужного. В это время люди меньше ссорятся, лучше понимают окружающих, легче переносят болезни. Рекомендуем посвятить время Новолуния для создания планов на будущее. С 11 по 16 июля Луна будет расти первая четверть. В это время повышается общая активность и стремление творить. Продумайте, просчитайте, не спеша приступайте к выполнению своих планов. Растения в это время посаженные будут отлично расти и принесут чудесный урожай. С 17 по 23 июля Луна продолжает расти, это вторая четверть. В это время энергия бьет ключом. Это время активного внешнего действия. Все идеи нужно оформлять в активность. Избегайте выяснения отношений с коллегами и друзьями. Сохраняйте мир в семье. 24 июля произойдет полнолуния. Луна будет находиться в знаке Водолея. Полнолуния. Пора перехода от накопления сил к активной их трате. Нерастраченная энергия разрывает нас на части, становится неуправляемой. Берегитесь травм. Желательно отказаться от проведения хирургических вмешательств. С 25 июля Луна начнет опять убывать. Эти дни лучше всего провести в семейном кругу, рядом с родными и близкими. Благоприятными днями в июле будут первое, пятнадцатое, шестнадцатое, двадцатое, двадцать первое и тридцать первое число. Неблагоприятные дни, третье, шестое, девятое, десятое и двадцать четвертое июля. Лучшими днями для стрижки будут одиннадцатое, двенадцатое, тринадцатое и четырнадцатое и июля. Также хорошими днями для стрижки будут дни с 15 по 23 июля включительно. Самые плохие дни для стрижки это восьмое, девятое, десятое, а также 26 и 27 июля. Также постарайтесь воздержаться от стрижки первого, второго, шестого, седьмого, два четвертого, двадцать восьмого и двадцать девятого июля. А для покраски волос лучшими днями будут дни с 11 по 23 июля. Напоминаем вам, что подробный лунный календарь с описанием лунных дней, было приятное или не было приятное время, вы найдете на сайте по ссылке в описании к этому видео. Всем удачи, всем спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok